Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо, Максим Радайкин и мой постоянный собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, тут поговаривают, что нефтяные доходы российского бюджета упали не только из-за санкций и бойкотов, но и из-за действий российских нефтяников. Дескать, им выгодна дешёвая цена EURALS. Что скажете на этот счёт? Да, есть у нас такие энергетические эмигранты, которые как только пересекли границу Российской Федерации, так у них глаза и открылись. Притом эти энергетические эмигранты не только из числа тех, у кого давно уже был норвежский паспорт, но и из числа тех, кто работал в компаниях с государственным участием, ну а теперь прозрел и, значит, вещает. Действительно, один из этих деятелей написал пространный текст для Карнеги о том, что, мол, дорогие друзья, вот смотрите, коварные нефтяные компании в Российской Федерации наживаются на этой ситуации. И я процитирую, если позволите. «Российские нефтяные компании сами оказались участниками манипуляций международными котировками на нефть, которые служат ориентиром для определения налоговой нагрузки. В результате нефтяные прибыли опять выводятся в офшоры, как в 90-е, а надёжность почти половины всех бюджетных доходов России оказалась под вопросом». Вот святой человек, согласитесь, вот человек уехал, у него глаза открылись, и он очень переживает за российское государство, настолько переживает за наполнение бюджета, что пытается вскрыть схемы ухода от... А вот от чего, если позволите, я скажу чуть позже. Потому как здесь в этом тексте, который опубликовало какое-то значительное количество телеграм-каналов, которые публиковались на профильных деловых изданиях. Так вот, в этом тексте, по сути, перечисляются две большие составляющие. Составляющая первая. Российские налоги зависят от цены нефти. Мы на этом канале посвящали не один ролик к этому вопросу. Здесь мы будем вынуждены тоже его коснуться, но не в этом дело. А дело во второй части, где рассказывается о тех мощностях, которыми обладали российские компании за рубежом. В первую очередь в Европе. Потому что все остальное за рубеже, разумеется, никакого отношения к текущей ситуации не имеет. Мне, конечно, отдельно понравились пассажи в стиле... Конечно, в 22-м году не было введено запрета на нефть. Запрет, по сути, заработал только с 5... Эмбарго заработало только с 5 декабря. Но сразу западные компании выразили готовность отказываться от российской нефти. Ну, то есть, мы берем показатель, который касается количества, что какое-то количество нефти шло в Европу. А потом говорим о заявлениях о готовности отказаться. Ну, допустим, это имеет под собой какие-то основания. Но потом автор переходит к перечислению мощностей, которые были под контролем российских компаний. И подводит к той мысли, что эти мощности все еще находятся под контролем российских компаний. Да, разумеется, какие-то действительно контролируются. Например, Лукоилом контролируется всем нам известный завод в Болгарии. Лукоил, правда, насколько мне понятно, продал свои мощности на Сицилии, которые в этом тексте также упоминаются в том контексте, что вот смотрите, смотрите, туда-то нефть идет, идет туда нефть. Это же не просто так, это неспроста. А далее автор отсылает нас к мощностям, которые принадлежали Роснефти. И упоминает, долго рассказывает о том, что дизель не так падал в цене, скидок на российский дизель не было, на российский мазут скидок не было. И вот нефтепродукты, которые поставлялись на внешние рынки, позволяли зарабатывать баснословные суммы. А потом он как бы кратко говорит, ну да, конечно, тут Газпром Германии отошла под контроль государства. Те мощности, перерабатывающие, которыми владела Роснефть, тоже отошли под государственный контроль. Но, скорее всего, Роснефть все еще контролирует эти мощности. Скорее всего. То есть человек нам обещал вскрыть схему, как российские компании уходят от выплаты денег государству. Но после описания тех мощностей, которые у этих компаний были, следует вкратце, что большую часть этих мощностей, а это действительно большая часть мощностей, которая, в принципе, была под контролем российских компаний, у них забрали. И, скорее всего, они как-то их контролируют. Что заставляет автора делает такой вывод? Ну, все просто. Санкций-то не последовало. Не последовало государственных каких-то санкций в ответ на то, что руководство Германии взяло под контроль перерабатывающие мощности Роснефти. Сергей, если вы смотрите это видео и вас взяли в заложники, ну, во-первых, подмигните. А во-вторых, я открою вам удивительное, удивительное дело. В тот же день, когда государство Германии объявило о том, что оно теперь барон-разбойник и будет воровать, и объявило о том, что все, оно берет под контроль вот эти мощности нефтепереработки, которые контролировала Роснефть, компания Роснефть опубликовала заявление, в котором целый абзац посвятило следующей мысли. После тех изменений, которые произошли, мы считаем, что действующий контракт, мы больше не имеем права исполнять действующий контракт. И до заключения нового контракта мы не имеем юридических оснований поставлять нефть. Скажите, Сергей, кстати, вы где-то, по-моему, в районе Германии находитесь, если я не ошибаюсь. Какие еще санкции нужно было ввести для того, чтобы как-то отреагировать на эту ситуацию? Какие еще конкретно? Мы должны были что-то украсть у немецких компаний? Ну, так я не буду тыкать, но тут тоже некоторые процессы, знаете, происходят. Или надо было объявить в ответ на то, что у нас украли... Перечисляем заводы, доли в этих заводах. Упоминаем, что эти заводы обеспечивали 12% рынка нефтепродуктов в Германии. После чего? Говорим, в ответ на это мы украдем у вас. И дальше перечисляем, что мы украдем. Вы так себе это представляете, Сергей? Ну, я надеюсь, что нет, потому что если нужны были санкции, то они последовали со стороны собственника, у которого собственность украли. И результат действий этого собственника уже отразились достаточно сильно на перерабатывающей отрасли Германии, которая сейчас выпученными глазами бегает. И то в Казахстан побежит, то к полякам побежит, то побежит еще куда-нибудь, потому что надо брать нефть. Кстати, далее. По поводу того, что перерабатывающие мощности, которые сидят на трубе, никак не пострадали от санкций, не подверглись санкциям. Ну, вы знаете, строго говоря, из-под действия эмбарго были исключены только три страны. Венгрия, Чехия и Словакия. Если говорить про те страны, которые сидят на трубе дружбы. Которые сидят на дружбе. А Польша и Германия сказали, что нет, мы покупать эту нефть больше не будем. И так уж совпало, правда, так уж получилось, что какую-то часть нефти они получают. Но судя по тем объемам, которые заявляются, это явно не те объемы, которые шли в эти страны до того, как Германия решила поиграть в барона-разбойника. Что мы еще должны делать по поводу санкций? Далее, дорогие друзья. Если вы думаете, что после заявления о том, что нефтяные компании России манипулируют теми ценами, которые потом ложатся в показатели для определения налогов, последует какое-то доказательство того, что компании российские как-то манипулируют этими ценами, то вы крайне наивды. Прозревшие люди, которые пересекли границу Российской Федерации, им не до того, чтобы доказывать какие-то тезисы, которые настолько смелы, насколько и странны. Нет, они просто заявляют, а вы должны поверить, что эти компании действительно манипулировали. А потом автор просто заявляет о том, что раньше для определения налогов бралась нефть марки Юрлс, а вот с апреля будут брать нефть марки Брент и делать от нее фиксированную скидку. Нет, суть не в этом. Суть изменения нашего дологового законодательства не такова. Она в следующем. Продолжает работать прежняя схема, и мы не в восторге от этого, дорогие друзья. Если что, мы просто объясняем, в чем ошибся великий разоблачитель, который очень интересно разоблачает. Так вот, данный разоблачитель, значит, ошибся в том, что прежняя схема подсчета продолжает работать, и наши налоги высчитываются, исходя из средней цены нефти марки Юрлс, на международном рынке, в скобочках, роттердамском и средиземноморском. Подсчитанный этот показатель подсчитывает агентство Аргус, исходя из своей методики, с которой, я вас уверяю, кстати, автор статьи для Карнеги прекрасно знаком. Мы оставим ссылку на статью. Если кто-то из уважаемых читателей обнаружит там убедительное доказательство, которое мы вот сейчас в ходе этой беседы умолчали, то, пожалуйста, обязательно их опубликуйте, опять же, в комментариях. Это не то, что мы как-то байтим на комментарии. Нет, дорогие друзья, ну вдруг мы что-то просмотрели. Но, по сути, там двигается следующая мысль, что под контролем остаются эти компании. Раз эти компании остаются под контролем, почему решили, что под контролем они остаются? А потому что там одна эстонская фирма взяла под контроль часть вот этих мощностей, а эта эстонская фирма не имела опыта управления нефтяными компаниями. Что? Ну, вполне вероятно, highly likely, как известно, вполне вероятно, что Роснефть сохраняет доступ к этим перерабатывающим мощностям, мощностям, которые украло правительство Германии, если что. Некоторые доли были проданы дочерним структурам частной эстонской компании, которая давно занимается вывозом российских нефтепродуктов через порты Эстонии. О, какое доказательство? Ну, не обладает ни опытом, ни активами в сфере нефтепереработки. А? Или это вы нам подмигиваете, что вас взяли в заложники и заставляют вас писать какую-то чушь? И вы пишете чушь как чушь, чтобы любому, хоть сколь-нибудь разбирающемуся человеку, было понятно, что вы это написали без огонька, что вы это написали потому, что попросили. Если так, продолжайте. В какой-то момент мы все поймем, мы поймем ваши намеки. Продолжайте писать столь же обоснованно, побольше хайли лайкли. Мы это любим. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, за разбор ситуации. Друзья, подписываемся на Геоинфо в Телеграме, Дзене. Там же будут ссылочки на Александра Фролова. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты, чтобы помочь нашему проекту. И дальше вещать на просторах Ютуба без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.